Да ладно? Какие люди? Блин, как, не говори никому, пожалуйста. Ну, пойми, просто сейчас кризис. А я ещё в Афрес вернулся. Доната нету, ничего нету. Ну как быть, ну блин, ищу хоть что-нибудь, какие-то пин-коды на один час. Не сыр, а куха. Будет тебе пуха. Для таких, как ты, кто долго чирил, я уже новую ссылку в описании намылил. По ней проходишь, всё нужное находишь. Статку растишь и раков всех гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Оу май! Я смотрю, ты прям специалистом стал по поиску карт, которые, в общем-то, никто не играет. Да никаких проблем, кстати, Кэп. С крепостью не возникло. Обычный быстрый поиск. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Моркет, Капитан Очевидность. Абаканчик сегодня. 94-й. Warface. Абакан, я считаю, знаете, друзья, оружие, подобное скальпелю, требует мастерства. Оружие мастеров. И, кстати... Headshot, baby! You got... Бачина-мрачина. Благодарю, Нарина. Есть у меня для вас отличненький анекдот. Анекдотом поделился Алексей Веригуд. Да, именно так. Анекдот такой. Гаишник тормозит водителя, который превышает скорость и говорит, Ты знаешь, я не буду к тебе придираться. У меня просто настроение сегодня хреновое. Рассмеши меня как-нибудь. И разойдемся по-хорошему. Ватит говорит, да не вопрос. Вы знаете... Headshot, детка. Ха-ха, да. Ватит говорит, я в морге работаю. И вы знаете, мы длинные писюны берем и из них вам делаем жезлы. Гаишник посмеялся и говорит, красава, рассмешил. Свободен. Тот отъезжает метров 20-30 где-то. Окошко приоткрывает, говорит. А из коробки? Ха-ха, свистки, сука. Да, так оно и бывает. Так оно и бывает, ребята. Глубоко и надежно. В нашей стране анекдоты про гаишников. Они будут жить вечно. Пока будут гаишники. Это я уверен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как оно прямо залетает в этот... Эх, разработанный пердак. Я думал, ты перу льбу будешь брать. Кэп, так с удовольствием. Как только следующий сезон будет, так буду первую лигу брать. Не, можно сейчас взять за полтора дня. Сколько там? Я на восьмой лиге. Но я не хочу мне в лом. В следующем сезоне мы возьмем. Все нормально. Пойдем за пару дней с пацанами. Нагнем за неделю. Не знаю за сколько. Если пацаны будут играть. Вот. Может и в соло, конечно, потом попробую. Но в соло, бля... Хотя нет, я могу сказать, что меня бомбит. Но в последнее время мне от Ларфейса не бомбит. Мне просто похер. Ха-ха-ха-ха. Да. И как-то так спокойно играется. Так туда музыку поставил. Так вроде ничего. Нормально и нагибать можно. Да. Та-та-та-та-та-та-нам-дам-дам-дам-дам-дам. Мне нравится здесь на крепости. Вы знаете, вот я играю крепость. И вот как будто помолодел лет так на шесть. Понимаете? В тот самый Ларфейс окунулся. Крепость. Это же... Это же вообще классика нагиба. Это было... О! О! Вот так мой сладенький, да? О! Это было умно. Ебутенький. Как думаешь, Варфейс выживет этим летом? Ты знаешь? Не исключено. Может быть и выживет. Хэдшот. Хэдшот, детка. Да выживет, что с ним будет, Кэп. Я очень надеюсь, что наши локализаторы, главная маловаренная компания СНГ, они все-таки... Ах, блин, засилили. Что они все-таки объединят серверы до лета, иначе жопа будет. Ну, как бы игра не умрет, но... Что ты там высматриваешь? Там уже убили. Да хрена лысого. Если он там был, значит он подсадился с кем-то. А если с кем-то, то вдвоем. На паблике в основном на два пальца все лезут. Это сто пудов. Я тебе говорю. Видел как, да? Хрена себе, какие глубокие размышления. Я в эту игру играю почти столько, сколько она существует. Когда ты столько играешь, ты по малейшим признакам можешь понять, что на карте происходит. Где сколько противников будет. Опыт, сука. Мда. И нагибаешь? Я так понял, ты считаешь Абакан с киловенькой пушкой. Да, с киловенькой пушкой. Но вот вопрос. А хороша ли она против меты топовой? Не, Кэп, против меты она не тащит, друзья. Ну, будем честны. Она хороша, понимаете? Это как Энфилд в свое время. Но в свое время, кстати, Энфилд это как бы, ну, одна из двух лучших пушек была. Наравне с М16. Это была топ пушка. А, ну, Абакан, он как бы хорош. Ну, блин, сейчас такая жестокая броня. И что немаловажно, сейчас такое жестокое оружие, которое спиливает у любого класса просто за долю секунды. Что Абакан, ну, все-таки он не может потягаться. Ты можешь убить любого противника. Если ты будешь прям очень сверх точно стрелять в голову, тогда да. Вот, понимаете. Натянуто. Мда. Но нет никогда гарантии, какой бы ты скилловый не был, что ты будешь сюда попадать, да еще и в голову. Но это маловероятно. Верните коды запуска на базу. Коды потеряны. Ха, хитрожопый кто-то у нас, да. Там, 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 там. Видели, кто-то побежал. А я, я не пойду с ним драться сразу. Я вот так посмотрю. Ага. Блин. Походу он проскочил все-таки на плент. Ладно, но пока что они вроде как коды не доставили. Значит, они опасаются. И правильно делают. У нас там инженер один тусуется. Ага. Вообще нормально. Так. Давай посмотрим. По-моему, какой-то звук с центра идет. О, наш красавчик. А не, подожди. Подожди, по-моему, с центра что-то есть все-таки. Да, действительно. Против АМБ совсем не то. Вот, ребят, ну просто смазал. Хедшот сразу не поставил. Потом теоретически можно в тело запилить. Но все это так не работает. Тебя АМБ все равно попили, как нифигелай. Да. Если какая-нибудь другая пушка была. Вот. Ну ничего, наш красавчик. Айтуган молодец. Реально молодец. Очень сложно, ребят, драться против металового оружия. Против всяких там Сигов. Ну, хотя Сиг сейчас уже как бы вот все до сих пор там Сиг, МПХ, Сим, ПКС. Да херня Сиг, МПХ уже. Все. Ну, АМБ реально прикольный и интересный. С ней больше можно вещей делать, чем с Сигом. Он неплох, он хорош, но уже немножко не то пальто все равно. АМБ попрактичнее будет. Вот так, деточечка, да. Это примерно, знаете, как вот... Почему ты так эту позицию любишь? Ну, блин, Кэп. Понимаете, это такая парадоксальная странная позиция. Вот там справа часто враги заходят, но при этом эту позицию почему-то никто особо не сторожит. Это, понимаете, такой феномен странный. Сколько лет игре, но почему-то люди эту позицию не смотрят. И там противники очень часто спокойно заходят. Я понять не могу. Что это? Звуки страны. Ей. Вахуй просто. Пацаны за седом схватились. Будь аккуратен, рачишка. Кэп. Да хрен седом. Сед это такой класс, который очень переоценен многими. Особенно криворукими многими. Ага, да, ага. Ну, 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 ну. Да, конечно. Ха-ха-ха-ха. Хрена лысого, понял. Да, надейся. Вот, я почти его убью. Сейчас пойдет, его лишь добьет, да? Красава. Айтуган его добил. Вообще молодец. Жесткий парень. По-моему, какой-то звук вот здесь был. Тут, кстати, нашего убило. Вот, о чем я говорил. Позиция, которую мало кто смотрит. Наш пытался посмотреть, но у него не очень получилось. Ага. Отшот где-то, чучка, да? Смотри аккуратно, братиш. С этой стороны обычно слепили у дики вперед. Я знаю, Кэп, но вот где хороший Абакан, так это какие-то пиксели простреливать. Почти как со снайперки можно. Так что, если... Ага. Вот так вот, да. Вот в чем прелесть, понимаете? Вот в таких ситуациях Абакан действительно может обойти многие топовые штурмовки. Во-во-во. Давай-давай-давай. О-о-о-о. В какой-то степени эта пушка, можно сказать, это антиснайпер. Ей бы еще, конечно, множители в руки и тела, как у Сик МВХ, было бы вообще супер. Я не знаю, какие у него множители, но все-таки в тело она не так круто пилит. Надо бы подкрутить, побольше сделать. Было бы вообще здорово. Но, в самом деле, почему-то Инжу дают какие-то просто имбопухи, которые спиливают все и вся. Хэтшот. Хэтшот, детка. Почему бы штурму не дать? Уничтожил. Но, так или иначе... Мышь затащил. Вот. Неплохо покрысил, братишка. Благодарю вас. Но, замечу, на самом деле, как вы видели, я, в общем-то, большому счету не крысил. Я играл аккуратно, позиционно, тактически, но не крысил. Да. Что могу сказать? АН-94 Абакана, это 15 фрагов, 10 хэтшотов, где ЮАЗ, ОУН 5 к 1 сыграли, да и меткость неплохую показали. Пушка годная. Действительно хорошая. Пушка такая, но все-таки больше фановая. С суперкрутой метой она не потягается, но, тем не менее, как мы видим, может показывать высокие результаты. Ждем, когда штурму добавят что-нибудь действительно ультимативное. АК-15 к этому, кстати, не относится. Хотя тоже пушка годная. Так или иначе, если данное видео вам понравилось, по каким-то причинам, ну вдруг, ставьте лайки, по желанию, как хотите. Яйки чешите, это без этого просто никуда. Яйцо почесал, и твой Абакан будет сносить любого противника в пятку с одной отсечки. Да, а почему бы и нет? Ступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!